Статус второй силы в регионе в очередной раз подтвердили справедливо Россы. У Евгении Боровиковой почти 10% голосов населения. Победу Томенко в партии называют предсказуемой, ведь по всей России на фоне СВО и санкций избиратели консолидируются вокруг действующей власти. К тому же надо понимать результаты стартовых возможностей. Кто-то потратил на выборы 70 миллионов рублей, а кто-то, как наш кандидат, 500 тысяч. Безусловно, для Жени это позитивный результат. Женя и так достаточно известна в крае. Ну, известна именно как боец, борец за права граждан. И здесь она себя показала в этой части, безусловно, и для партии. Потому что мы же сами понимаем, в оппозиции не так много раскрученных, наверное, медийных лиц. И справедливая Россия за правду, наверное, занимает после «Единой России» второе место. Потому что есть сравнение с КПРФ, ЛДПР, где вообще как бы там... Там Прусакова, там Семенов и дальше там пустота. Сергей Булаев, кандидат от ЛДПР, эту самую пустоту пытается заполнить. Его первый раз точно не будет последним, поделился он с нами. Как и Виктор Томенко, Булаев в предвыборку объехал весь край. Знакомился и общался с населением. Ваши почти 8 процентов. Это хороший результат? Я хотел больше. Безусловно, плох, да, тот солдат, который не хочет стать генералом. Естественно, я рассчитывал там на больший результат. Но, скажем так, это моя первая кампания, да, именно вот в плане губернаторских выборов. Поэтому там набрался политического опыта, на мой взгляд. ЛДПР без Жириновского – это совсем другая по потенциалу электоральному структура оказалась. И им гораздо сложнее кандидатам на местах без фонового информационного уровня федеральной поддержки, конечно же, сейчас позиционироваться. Все без исключения эксперты отмечают низкую явку и апатию населения к выборному процессу. Чуть больше 30 процентов пришли на избирательные участки края. Тут мы явно проигрываем соседям. В Кузбассе явка составила почти 80 процентов. Между тем, многие эксперты снижение явки называют общимировым трендом. Опять же, тут много составляющих, да. Одно из составляющих – это хорошая погода, которая сложилась в крае. Я ездил по избирательным участкам, и сами члены УИКов говорят, ну что вы хотите, такая погода. Люди, кто на картошке, кто на даче, кто сезон закрывает. Очень еще интересный фактор – это статистика, поскольку явку дают, как правило, по числу явившихся на избирательные участки. А то, что привнесла с собой технология и процедура ДЭК, даются в качестве дополнительного. Хотя суммирование фактической явки и дистанционно-электронного голосования, соответственно, показывает, что сокращение не столь даже и существенное было. В 2018-м за Виктора Томенко удали голоса более 53% избирателей. Сейчас 76%. Это на 50 тысяч больше человек, чем 5 лет назад. Тенденция к стабильности – тоже тренд сегодняшнего дня, отмечают эксперты. В дальнейшем этот кредит доверия Томенко придется оправдывать. И люди отмечают в дальнейшем большего привлечения федеральных средств с тем, чтобы строить здоровье, выполнять все программы. Понятно, что на сегодняшний момент ключевое – это то, что мы видим и в рамках федеральной и международной повестки, больше ориентация на восток. Тот же зерновой коридор, о котором говорил губернатор, на него будет завязан целый комплекс, по сути дела, производственных структур и секторов Алтайского края. Дорожная и в привязке к ней туристическая инфраструктура, о всем этом озвучено. В крае, я думаю, мы будем видеть дальнейшее стабильное поступательное развитие. Уже 18 сентября в Барнауле пройдет инаугурация вновь избранного губернатора. После Виктор Томенко начнет формировать новое правительство. По словам экспертов, большая часть министров, скорее всего, сохранит свои посты. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.